Девушки отдыхают Потом вышли в зону, резинку нашел. Резинку и с обеда, не с обеда, а с обеда, хлеб, мякушку. Склал его, обмотал нитками хлеб за этого и проглотил. А он застрял, рассчитывал, что он в животе раскроется, а он застрял и раскрылся здесь. Зачем ты это сделал? За ней неохота. Надоело. На выход. Первый, второй, третий, четвертый. Дверь, открой. Четыре. Бегом, отряд сейчас. Строю, ровно я. Друзья. Встали. Откуда вы? Я ищи за отсюда все. А? Я не дал разговор, слово какое-нибудь. Да быстрее, открой, говоря. Все, я кажу свою одежду, владельный, бросайте. А там, к серии, к серии, можете? Быстро. А там, давай, давай, бегом, раз. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Стой, 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 стой. Куда? С кем листань? Спину ему на три, пожалуйста. Спину ему на три. Спину ему на три. Так и глядится хорошо натянуть. Сильно, сильно, вот так, да. Слышишь. Спину ему на три. Слышишь, милый. Слышишь, милый. Слышишь. Слышишь, милый. Держи, джембурцы! Толстанчич, слово, верю! Держи, джембурцы! Держи, Держи, Агенатович, что ты там, Замбурский, что ты там, Ченкенский, понял, да? Так, что члены были аккуратно здесь, сидели тихо, мирно. Сейчас по одному, короче, отходи сюда. Вот тебе белье, вот это, вот. Здесь все со складом, поняли, да, ребят? Чтобы, не дай бог, рвать будете, или там, это, четверо будете, как это, в изоляторе у вас, да, там, сразу. Этап молодые. Приходят в карантин. Их с улыбкой на лице встречает майор. Сынки в баню. Дети все толпой идут в баню. Какое-то время проходит, в баню помылись уже все, вышли все, оделись и сели. И вот он заходит в комнату, где содержатся эти молодые под карантином. И начинает свою лекцию. Лекцию начинает с таких слов. Вот, сынки, мы вас сюда не приглашали, вы сюда пришли сами. Понятно, да, это? Теперь, сынки, хотя у нас, как я говорил, воспитательная колония, детская колония, да, пионерлагерь, некоторые говорят, но все равно это лагерь, это колония. Поэтому у нас есть вот охрана. Вы видите забор трехметровый, колючую проволоку, видите, да? Собаки бегают, видели, да? Слышали? Собаки бегают. Поэтому, сынки, это надежно охраняется. По периметру, там, по углам стоят вышки. На вышках сидит часовой. Часовой сейчас вооружен боевым оружием с боевыми патронами. В случае побега он сейчас имеет право применять оружие на поражение. Первонаперво он кричит, стой, стрелять буду. Потом стреляет вверх, предупредительный выстрел. В случае, если вы дальше будете бежать, имейте ввиду, как говорится, след будет выстрел на поражение. Ну, обычно стреляют по ногам там, чтобы задержать. Ну, а пуля дура, сами знаете, и попадет куда-нибудь в мозги в разные стороны. Из-за чего, из-за побега. Зачем это нужно? Поэтому, сынки... Был такой случай, сынки, когда один воспитанник попытался вылезти на запретку. А контролеры у нас, все настреленные, с автоматами, с карабинами. Вот он вылез, начал лезть по запретке. Контролер в воздух стрельнул. И что вы думаете? Все смотрят на него. А он стоит, и у него вот здесь внутри вот так... Зажувал. И так, как между прочим, вот сынки вот, говорят. Некоторые даже обсираются, вот, говорят. Зажувал. Подъем. Раз. Два. Два. Два с половиной. Бегом. Что за толпа? Два. 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 Раз, два. Трищ. 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 Раз, два. Раз, два. Трищ. Раз, два. Раз, два. Встали! Сели! Встали! Сели! Поехали! До трех вы здесь! Раз! Два! Два с половиной! Быстрее! Ещё быстрее! Встали! Сели сначала! Быстрее! Пошли! А как за первым? Быстрее! Вот где я хочу? Берите банку! Бегом! А здесь так нормально живёт. Просто лежится надо. Если пончалки не будут так, будешь так присматриваться, где что-то не понравится, то может что-то ей понравится. Во-первых, мне всё понравилось. Хорошая эта зона? Да нет. Не хорошая, но как тебе сказать, красная зона. Не, ну красная это красная. Не имею в виду, что здесь вообще как на воле. Ну, растения есть. Всё есть. Будешь здесь. Тащиться, пилиться. Ну, здесь вот таким, как тебе здесь. Ты в отряде здесь не будешь в строевом ходить. Почему? А? Ну, почему я не был? Я такой же, как и все. Ну, такой же, ну, ты сам маленький, пойми. Я сюда приехал, а в строевом ничем не ходил. Сам маленький я был, Доня, пока тебя не было. Меня все уважали, обращались ко мне. Что-то уже обращаться было. Как себя пикаешь, так и жить сам был здесь. Здесь есть, вот, ребята. Пошли, дверь взломали. Окошечко этой видеобару взломали. Залезли. Ну, мы что там взяли? Видеокассеты, флягу мороженого, сигареты. Ну, и все. Мы в подвал пришли, утром нас задержали. Ну, сотрудники. Все. А чего вас взяли? Ну, все, изъяли, кроме фляги мороженого. Мы сразу эти же ночью флягу мороженого тромбанули. Прокурор мне за 132-ю запросил 5 лет лишения свободы. А за 76-ю, час 3-ю, 4 года лишения. И суд определил мне 4 года. Да, это еще судят, это лучшего мотива тебя судят. Ты куда, полтора-два дали мне, отсюда. И судят, это лучшего мотива. Стой! Стой! Что там лазишь? Надо убрать. А там что? Что ты лазишь? Вот на этих самых двух койках спят авторитеты отрядов. Бугры. Бугор и помогальник. Бугор. Что он из себя представляет? Положительная сторона, он где-то щекотится за отрядом, что-то делает. Отрицательная сторона. Тем же самым, что он щекотится как-то, он ущемляет. Например, вот щекотнулся за меня, одел меня. Он кого-то ущемил, значит, вот это взял. Тот остался без чего-то, правильно, ему нужно восстановить свое. Он раздевает слабее себя. Таким образом, по ступенькам ниже, 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 ниже доходит до самого конца. А самый конец, ну, он уже ходит в лохмоте, ходит. Видали, как охоривает последний. Все, он уже конкретно в пределах. Ему дай петлу, он полезен, ему даже помогает нам. Вот так рождаются помойки, таким образом. Вот, скажешь, вещи там вот отбирать, помойки. Помойка. Есть такая поговорка. Кто помойка, тот грязный. А кто грязный, тот воняет. Кто воняет, тот живет на пятаке. А кто живет на пятаке, тот без пяти минут опущенный. Значит, его любовь может уже... Ну, они набились и неохота дальше рассказать. Ясно. Да. Ясно. И с тех пор к тебе такое отношение? Ну, а в чем это плохое отношение заключается? В чем конкретно? Туда, к тебе? Ну, что после меня нельзя есть. Курить. Курить. Общаться. Если будут общаться, то другой будет запомойный человек. После него они будут тоже кое-нибудь. Это называется «Нераспечатанный печь». Как называется «Нераспечатанный печь»? Ну, они уже начинают смотреть с плохой стороны. Он вышел из нашего круга, типа, общается с этим. Курить смотрят на меня уже кофе. Хотя он не обижен. За тебя смотрят косо. Ух ты, я общаюсь с ним. Его рассчитают за такого же. Как и мне. Из года в год, изо дня в день, эта система идет, идет и идет. И она будет до конца. Никогда не поломают систему. Никогда. Это невозможно. В отряде много стало марамоек, которым по кумполу не настучить, они не догоняют. Вот, блядь, крыса. На, я говорю, это мерзкая крыса. Как его наказывать, я просто не знаю. Еще вот одна марамойка, сестренка твоя. Две марамойки. И вообще, что для всех, собаки, тут-то что-то за столом делить не будут, и я буду сам делить. Все ненормальное разделил, да? Чайник чаю заобушили вдвоих. Нормалек. Не чаще собуют. Чайник чаю заобушили вдвоих. Ходим на Олексово. Все, что почистили 4-4. Форма одежды парадная. Форма одежды парадная. Рождаясь от своих родителей с самого момента появления на свет тяготеем к нарушению заповедей Божьих и ко греху больше, нежели чем к добру, это наше грехолюбие не может победить божественной и творческой любви, обращенной к нам. Для того, чтобы мы с вами смогли преодолеть грех лично, каждый в своей жизни, Бог стал одним из нас, жил посреди нас, умер за нас, для того, чтобы мы через веру в Него могли бы обновляться и преодолевать вот это греховное тяготение. Каждый из вас испытал на себе тяжесть и тяготы греха. Ну, когда вот воруешь, там ощущения вот такие вот приятные, как будто вот сейчас вот откроешь эту дверь, там будет куча денег, ты наберешь их, будешь шиковать на машинах ездить, направо-налево раскидывать деньги. Девчонки покупать все, что захочешь, сам будешь напиваться до усера. Такое ощущение, ты, как будто ты король такой, ну, свои деньги швыряешь направо-налево. Когда ловит милиция за руку, я сразу говорю, это не я, я ничего не знаю, а там тетенька, посмотрите, у вас в карманах деньги не пропадут. Она начнила смотреть, я думаю, кудьба сказала нет, и она раз говорит да. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеком, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Мне все в дедуни даже говорили, попадешь, попадешь. Но я чувствовал, что я попаду. Потом у меня когда мать умерла в 92-м утра, я начал шлою продолжать. Я воровал, ходил, воровал. Поймался, а сейчас здесь я живу. А как здесь оказался? Что ты сделал? 183 рубля украл. Украл и захотелось тебе их украть. Не надо, милый, надо любить, жить. Надо жить в соответствии с законом. Тогда всем будет хорошо. Лучше будем вместе сажать деревья. Хорошо? Ну тут за вами нормально, ухаживают? Да. Не обижают вас? Помогают вам быть людьми настоящими? Хорошо. Андрей зовут? Да. Андрей значит мужественный. Вот я знаю, что ты берешь его к себе как братом родным, да? Будешь о нем заботиться. Знаешь, как жизнь трудна. Знаешь, как нужно бегать вот этому всего. Для того, чтобы жить нормально, спокойно, радоваться, голубизне неба. Чтобы можно было сажать деревья. Спасибо тебе за твой жизненный подвиг. Люби вот этого хлопца как родного брата и воспитывай его по-доброму. Надо чувствовать чувство локтя, надо дорожить священным даром жизни, надо уважать те законы и тех людей, с которыми мы живем. Че? Громко говори. Пыть. Еще? Грязь. А почему? 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 Потому что уборку делаем хуёво. Вот, бля, почему. Поняли, да? Сейчас все облизали, чтоб всю хату, поняли, да? Всю хату облизали, чтоб вся хата, блядь, блестела, блядь. Все, старик. Аплодисменты. Где сюда, сука, блядь, блядь, че вы пиздук засекете у них, блядь, а? Че надо, блядь, че надо? А? Я денег оброшу. Спроси, блядь, нахуй. Иди в хату, нахуй, блядь. Еще раз бизку, блядь, 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 блядь. Бизик, блядь. Какой-нибудь контролер вот такой маленький, без погонок, он не аттестованный. Он просто сотрудник, заходит. Пси, встали! Все раз встали, перепуганы в языке. Ну, вставать надо, когда сотрудники заходят. Ну, все встают потом, когда он заходит. В один прикосновение заходит и ему докладывают. Дежурный стоит в карантине. Товарищ контролер, комната номер один в количестве трех человек там на проверку построена. Ну, докладывают же ему. Вот он, мания величия, вот он вырос, вырос. Поднялся так вот, стоит вот так вот. А там какой-нибудь зет такой, завупасый такой, бедненький такой. Забитый вот. И до того запугали, там каждый заходит. Ну, ты падла, сука, в зоне выдашки-то. Ну, ростовчук. Да, простите, Виталий Викторович. За что я тебя простил? Ну, что я вам не так сказал? За то, что пасешь, да? За то, что я не повторюсь больше. Постоянно повторять одно и то же, что ли? Ну, я понял ведь, Виталий Викторович. Понял, да? А что, ты по-хорошему не мог понять, да? Мог. Вот пришла и вам пора погоны снять, с военной службы распроститься. В честь вас сегодня крикнем громкое «Ура!» Вам есть что вспомнить и чем гордиться. Чутьем вы понимали в деле толк, снискать умели дружбу, солидарность. Вы свято выполнили офицерский долг. Поклон вам низкий и большая благодарность. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, я провел в этом учреждении всю жизнь, я буду так считать, потому что взрослым человеком пришел, да, 26 лет. Мне очень, конечно, жаль, что все кончается, что возраст вышел. Но, тем не менее, я буду с вами работать и прошу у вас прощения у тех молодых офицеров, которых я немного щекотал, наверное, так будем сознавать, да, будучи дежурным по колонии. Ну, сами понимаете, что работа есть работа, а обижаться никогда не следует. АПЛОДИСМЕНТЫ Можно задать? Конечно. Я оставлю, да? АПЛОДИСМЕНТЫ Прящая милития сперва. Да? А нас уже звали. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АТОМИ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Раз, два, три... 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Насыпь, лапа. Насыпь, лапа. АПЛОДИСМЕНТЫ Насыпь, лапа. Аккуратней. Ахмед, спасибо большое. Сейчас, подожди, кто там? Осторожней. Табак, табак! Вот сюда, лапчик. Лапчик. Ой, табак. Никита врубал. Твои пальцы утром. Бегом, бегом, давайте, что, замерзнет. О, Господи, спасибо, Игорь Михайлович, за порядки лишние, от этапа дальнего, от шмона капитального, от забора высокого, от прокурора жестокого, от хозяина беса, от пайки малого веса, от тюремных ключей. От стальных наручек, от лесополадок и от холодного подвала, от короткой стрички и защитие от вышки. Аминь. Аминь. Здесь и есть солнце, но оно не такое, как там. Совсем другое. Здесь и жизнь совсем другая, как другое измерение. И жизнь здесь идет своим чередом. А там, где солнце светит каждый день, жизнь идет совсем по-воему. Утром выйдешь, червей накопаешь, пойдешь рыб ловить. Перловки сварил, на этой короткой бросаешь. Домой, домой придешь, наложишь, там сколько наложишь. Пожарил, посушил. Возле телевизора вечером, все как соберемся. Я, мама, папа. Младшая сестренка и старая. Идишь чай, пьешь телевизор, смотришь. Думаешь, зачем горела, всего хватало. Домой, домой. Берешь иголку, опускаешь ее в бензин или еще в что-нибудь. Потихоньку втыкаешь. Воткнул, вытащил. На следующий день у тебя нога опухнет она. До такой степени ты не сможешь ходить даже. И вот, что мне интересно, даже не остается никакого подозрения, то, что ты это сам оставил сам. Наподобие желтухи тоже можно сделать. Ну, это и есть, наверное, желтуха, я не знаю. Мне показывали так. Ну, вот, например, берешь воробья, споймал его или подстрелил. Вытаскиваешь у него желышень вот этой, ну, и по одной капле вливаешь в глаза. Берешь негашеную известь, ну, там, кусочки или два, в хлеб, ну, или что-нибудь залепливаешь и глотаешь, чтобы она у тебя в животе. Ну, для этого надо, чтобы желудок пустой был. Чтобы она у тебя в животе погасилась. И потом язва желудка будет. Отрезает свои ногти и забивает туда. Потом покурит эту сигарету. Ну, и вот этот, как, ногтевой дым, он как-то разлагает легкий или что-то. Ну, не такое, короче. И у него начинают легкие разлагаться, и потом уже появляется бруклез. Фамилия, имя, отчество больного Плотников есть, 16 лет. Диагноз – инородное тело в пищеводе. Что случилось? Воровый болел. Зачем? Крест проглотил. Рекомендации. Рекомендовал удаление инородного тела оперативным, операционным путем. Один в условиях больницы. Первый условий больницы. 23 июня 1994 года. Посмотри. А это вот где большая рана была. Туда марлечки срезали. Сейчас нет. Не сочетесь. Только зеленкой мажут. А перекись. Пищи не болят? Нет, ну как, пищи не больно, а вот так, когда вот зеваешь, вот она боли создаёт. Да, вот это всё. А так всё нормально. Только самое главное, Женя, себя веди хорошо. Я сколько говорила тебе, Женя, веди себя хорошо. Давай. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Помазуй, старопожий Илья Андреевича, Ильям Радовне, в освящение разума, Во исцеление души и тела, Во услышание веры. Руцы твои сотворись и создашься, Во ежеходите по стопам западе. Ну, истинная вера, она будет тебе просто вести тебя по жизни. Не так же ты самотеком идешь, А просто же тебя уже Господь будет направлять, видишь, Тебе будет уже легко, легче жить просто, верить. Надо твое усердие, молитва, воздержание, Если есть церковь в церкви. Господу помолимся, Господи, помилуй. Пусть у Сибириники есть. Постригай, Сарбожий, как Андрея, вот тут оставили тебя. Сыны святаго духа, намекрестные во веки веков. Ты крещеный сам, а? Не крещеный? Крестит меня. Ну, ты покрестись, а что еще раз? Дай ему покрестись. Дай ему, но потом будешь креститься. Ну, пока дай ему зерно. Жизнь сама по себе в зоне, она не стоит. Она идет, идет, идет. Здесь есть и радость, и веселье. Ну, честно, и спиртное есть, и наркотики есть, ну, и все здесь есть. Жизнь, она идет. Здесь только одно забор, там, и вообще сама по себе контингент такой, спецконтингентом, потусторонний там. Четки называются. Примитивное какое-то приспособление, чтобы нервы, нервы успокаивать. Значит, это из чего сделано? Из хлеба. Да, вот, видали? Звенит даже. А покрашено чем? Красятся. А красятся сажей из-под газеты. Сажа простая. Золотинка вот от дождика идет, там, вот чай там золотинка, любой кусочек ложишь ее. И потом подходим к электрическому. Тут 202 вольт. Вот об эту золотинку так поставляешь, и она взрывается, и вата загорается. Вот, и вата загорелась. И можно прикурить. Марочка, Марочка. Некрасивая. Марочка, это, я так понял, носового полаточка? Да, типа носового полаточка. Вот это шедевр. Да это не очень, можно и лучше написать. Это просто. Еще? Вот здесь недоделанное, только начали делать. Я просто ее так делал, начал, и не очень красиво у меня она получила. Это ты делал? Нет, это мне рисовали. Кто? А, этим, воспитанник, Марар. А, да. Кстати, я сейчас еще хочу картину Марара в туалете сфотографировать. Кто рисовал? Воспитанник Марар. Со второго отряда. Пикассо. Отличная вещь. И все это в обычном туалете? Да. И все это в обычном туалете. Ну, что, на разводе был человек, потом наряд пошел. На наряде стал кушать баланду. Ему бочок на голову баланду надели. Он страдает вперед обжорством. И у них постоянно тяга баланду. Бегают наряд в столовую воспитанника. Занимаются там любовью. Ну, что с ними можно сделать? Только взять топор, зарубить его. Мама, не трогайте! Мама, не трогайте! Мама, не трогайте! Мама, не трогайте! Двенадцать человек. Что тебе за это дали? Хлеба, булка, еще баланду дали. Гекурю. Гекурюхи? Ну. Сколько сигарет? Пачку сигарет в самосаду там же менее. Два стакана. Два стакана в самосаду. Вообще мир, мир весь, это зло, само зло. И зло никогда не уйдет из земли. Потому что мы, мы, мы получили, как говорится, свою дозу зла, еще будучи в утробе матери. Потому что зло порождает только зло. А добро не рождает, добро. О, Господи, я помню. За что я живу? Во имя чего? Что меня пугает? И зачем пугаться, если знать? Никогда зло взлом не принимай. Добро, не уставай добро делать. Устанешь добро делать, тебя перестанут понимать. Об этом думай. Душа не смех. Эта душа болит, вот это болит, вот это держит. Еще там напрягался, говорит, я хочу людям помочь, это моя профессия. Ну и начал там подстегнуть, сидит там всем. Я вот, мол, этот донор, мол, беру плохое, отдаю, мол, хорошее. Ну говорю, что хочет дьявола изгнать с людей. Зло забрать, короче, потом эту дать, как доброту. Наш Господь Иисус, мы славим Тебя сейчас, Господь. Мы призываем Твое имя, Боже, слава Тебе, наш Иисус. Что Ты, Господь, пребываешь с нами, что Твое благовестие идет, Господь, по этой земле. Что люди могут спасаться, видеть Твой свет, Иисус, и мы хотим поклониться Тебе. Прославим Тебя, Господь, за Твую священную кровь, которую Ты излил в наше искупление, Господь. За тот крест, на котором Ты страдал, за наши грехи, Господь. И где Ты подъял их, Господь, и унес в могилу, Господь. За эту новую жизнь, которую Ты дал нам, Господь, которую мы имеем в Тебе, Иисус. Слава Тебе. Что Ты открылся нам, Господь, что ныне мы идем по Твоему пути, ибо Ты есть путь истинной жизни. Слава Тебе, Господь. Да будет благословено имя Твое святое, Господь, и пусть оно сейчас прославится здесь, наш Иисус. Хвала Тебе и благодарение, Господь. Будем петь Тебе песни хвалы, Господь, а Ты помашь наши уста Своим святым и леем радостей. Аллилуйя, Господь. Задержащий, приди и пей. У источника, а Ты живой, кто любит Сына, кто верит Сына, всю твою жизнь Он обновит. Аллилуйя, Тебе хвала, Аллилуйя, Тебе хвала, Аллилуйя. Тебе хвала, Аллилуйя, Тебе Иисус хвала, Ты бы устал, без мёвных длин, Он нам поможет на земном пути. Верше снимает, силы обновляет, Верше снимает, силы обновляет, Верше хоря, помогу, но Он. Аллилуйя, Тебе хвала, Аллилуйя, Тебе хвала, Аллилуйя, Тебе Иисус хвала, Вы огня, и Он даст тебе, Станет радостно, и вперёд пойдёт. Вешну доверься, на Него надейся, Всю твою жизнь Он обновит. Аллилуйя.